Когда мы говорим о следовании Мазхабу, мы обращаем особое внимание на неверные методы, которые в наши дни присутствуют среди людей. Они опираются в своей основе на Коран и Сунну, и на этом останавливаются, начиная самостоятельно пытаться понять эти тексты. Это неправильный метод по сравнению с тем, если бы ты следовал одному из четырех Мазхабов, ведь это ближе к истине. Ближе к XIV веку начали появляться люди среди числа позднего поколения, которые плохо знали арабский язык и его риторику. Но тем не менее, опираясь на доказательства из Корана и Сунны, делали собственные умозаключения. Причина этому то, что люди начали забывать свой язык, и среди них стали распространены иностранные акценты. Сегодня мы можем видеть тех, кто говорит «Я черпаю ответ только из Корана. Мне не нужен Мазхаб». Обладаешь ли ты достаточным красноречием и глубоким пониманием языка, чтобы понять слова Аллаха и его посланника, да благословить его Аллах и приветствует так, как они были неспосланы, и как их поняли сподвижники? Коран был неспослан на языке хурайшитов, и Пророк, да благословить его Аллах и приветствует, лучше всех понимал слова Аллаха. Сподвижники «Да будет доволен имя Аллах, лучше всех понимали речь посланника Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует». Это тот самый тонкий момент, и мы можем заметить, что даже сами сподвижники порой расходились во мнениях. В сборниках хадисов Аль-Бухари упоминается хадис от Ади ибн Хатима, что он пришел к пророку, да благоставит его Аллах и приветствует, и услышал, как пророк читает следующий аят. «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной». Ади ибн Хатим говорит, «Я взял две нитки, положил под подушку и каждый раз вытаскивал их, чтобы посмотреть на них, дабы понять, отличаются они или нет. Затем я пришел к пророку и рассказал ему о своих действиях, и он сказал, «Под черной нитью имеется в виду ночь, а под белой нитью имеется в виду дневной свет». Ади ибн Хатим, исходя из лингвистического значения слов «белая нить» и «черная нить», был прав, потому что это один из верных смыслов этих слов. Ади ибн Хатим понял это по-своему, но понимание обоих этих слов соответствовало риторике арабского языка. И поэтому, на примере Ади ибн Хатима мы видим несоответствие языкового значения слова религиозному значению. Так как же люди в 14-15 веках желают самостоятельно понимать тексты Корана и Сунны? Поэтому, разделяя пути следования людей Мазабу, мы видим, что из них есть те, которые считают обязательным придерживаться напрямую текстов Корана и Сунны, но при этом плохо знают арабский язык. Продолжение следует...